Привет, обидатели интернета и мобильных сетей, это droider.ru Середина сентября, бабье лето, айфоны растут в размерах И сейчас в моей руке находится белая коробочка с айфоном 6 Сейчас мы ее откроем, вытащим из нее все содержимое И посмотрим, что это за девайс, чем он хорош, чем он плох И стоит ли менять свою устаревшую Nokia на этот гаджет Погнали! Ну что ж, не будем время терять, начнем сразу с анбакинга Распаковки или, как у нас говорится, стриптиза Валера Будь добр, дай-ка свой столетний тибетский нож Благодарю Ну, на самом деле, что хочу сказать про упаковку Во-первых, она как-то изменилась и выглядит странно По ней нельзя понять, какого цвета гаджет у вас внутри С белым непонятным тиснением Попробую вскрыть эту коробочку Должен сказать, что нож хоть и тибетский, но не сильно острый Без всяких сантиментов мы сдираем эту пленку и открываем Так, привет! Айфон 6, он больше, чем айфон 5S Да, спасибо вам за комментарий эксперта Ну, есть книжка, почитайте, конечно же Есть зарядочка европейская, это радует Проводочек Наушнички Airpods И что еще? И больше ничего Скрепка, наверное, в книге Да, вот скрепка в книге Все примерно такое же, как и раньше Разве что айфон изменился И давайте разбираться с этим парнем После того, как ты достаешь айфон из коробочки и пытаешься начать им пользоваться На самом деле первая вещь, которую нужно сделать Это привыкнуть к тому, что это айфон Потому что обычно смартфоны от Apple маленькие Они как брелки и они как-то компактно лежат в руке Компактно лежат в кармане, во всем Это действительно большой смартфон нормального современного размера И ты очень долго не можешь понять, что это действительно айфон Ну и давайте теперь посмотрим на корпус Потому что к нему и было, и есть, остается много вопросов Смартфон, естественно, увеличился Потому что диагональ экрана теперь 4,7 дюйма Вместо 4 дюймов, как было раньше Примерно пропорционально увеличилось и все вокруг экрана Вот эти все отступы Отступы справа и слева от экранчика и так далее При этом сама толщина корпуса стала меньше Теперь это 6,9 мм Что, в общем-то, прикольно и радует Следующий момент Углы корпуса теперь закруглены Нет у нас такой острой боковой фасочки Все теперь такое похоже на мыльницу И понятно почему Потому что девайс стал больше Если бы были острые грани, то это впивалось бы в руку Было бы неудобно Сделали все мягенько, аккуратненько и плавно Это очень логично, понятно Теперь переходим от котлет к мухам С мухами все не очень радужно Во-первых, задняя крышка Ну, на мой взгляд, не очень красивая То есть вот эти пластиковые полоски Под ними находятся антенны Понятно, что по-другому как-то сделать не получилось Но, в общем, если сравнивать с предыдущим айфоном На мой взгляд, небо и земля Конечно, вот этот металлический дизайн Выглядит намного более эффектно И как-то более аккуратно Теперь смотрим на переднюю часть смартфона Здесь вот это стекло, которое поверх всего расположено Оно немного загнуто по краям Ощущение от этого двояко С одной стороны, на ощупь это приятно То есть, опять-таки, смартфон не впивается в руку С другой стороны, похоже на какой-то глянцевый пластик Который прилеплен сверху Создается ощущение, что телефон как будто заламинировали немного И ты, на самом деле, до конца не понимаешь, что это стекло Или действительно какой-то пластик Что с размерами? Приложим айфон 5s Ну, видно, что девайс действительно очень серьезно увеличился в размерах Мне нравятся большие смартфоны с большими экранами Так должен выглядеть, в общем, топовый гаджет в 2014-2015 году Если мы достанем Nexus 5 Мы увидим, что по размерам гаджеты, в общем, практически идентичны В высоту айфон чуть-чуть больше В ширину Nexus чуть-чуть больше То есть, на самом деле, речь идет о примерно незнакомых габаритах При этом у Nexus дисплей больше 5 дюймов Против 4,7 айфона То есть, на самом деле, соотношение дисплея на фронтальной поверхности у айфона не очень высокое Кнопка включения переехала с верхней части корпуса на боковую Я аплодирую этому решению Это удобно Тебе не нужно делать дополнительное движение для того, чтобы выключить телефон Ура! Камера немного выпирает из корпуса Я не понимаю бадхерт, который творится в интернете по этому поводу Камон! Сам корпус девайса очень тонкий Меньше 7 мм Если при этом невозможно оптику сделать уже и компактнее Но при этом оставить хорошую камеру То пусть она выпирает И это абсолютно нормально Вряд ли камера зацепится и порвет вам рубашку Теперь переходим к характеристикам Разрешение экрана 750 пикселей В ширину на 1334 в высоту Я так понимаю, такое странное разрешение было подобрано Чтобы сохранить такую же плотность пикселей, как у айфона 5s Она также равна 326 ppi Четкость высокая, наверное, если очень заморочиться, можно заметить разницу с Full HD матрицами и QHD матрицами на андроидах Но понятно, что рядовому пользователю это нафиг не надо Также новый процессор А8 Новый сопроцессор М8, который отвечает за сенсоры движения, компасы и так далее Внутри есть барометр теперь Три варианта встроенной памяти 16, 64 и 128 гигабайт Можно записать очень много музыки Очень много фильмов Очень много приложений Очень много книг Очень много книг Прямо реально очень много книг Еще здесь есть NFC-антенна Но, к сожалению, она предназначена только для того, чтобы авторизовывать платежи через систему Apple Pay Которая непонятно, когда появится в России Передавать фоточки, передавать ссылки по NFC, к сожалению, нельзя Камера с разрешением 8 мегапикселей, как и прежде Диафрагма 2 и 2 Фронтальная камера на 1 и 2 мегапикселя Ну и, конечно же, в кнопочке DOM спрятан сенсор отпечатков пальцев Который нам позволяет реализовать технологию Touch ID То есть разблокировать смартфон при помощи своего отпечатка Переходим к софту Здесь, конечно, стоит последняя версия мобильной операционки Apple Под названием iOS 8 Большой экран, естественно, влечет за собой некоторые изменения и в ПО В частности, мы видим, что появился новый ряд иконок Шестой В предыдущем айфоне, я напомню, было пять Теперь есть два вида отображения экрана Стандартный, собственно, который у меня и стоит И увеличенный В нем увеличивается размер всех иконок Размер всех шрифтов А также, собственно, рядов иконок становится по-прежнему пять, а не шесть Такой, типа, не знаю, может быть, интерфейс для тех, кто не очень хорошо видит Плохо попадает в маленькие иконки Не знаю Для того, чтобы отсечь негодование людей, которые говорят Ой, у меня маленькая рука, айфон такой большой, как же я дотянусь до верхней части экрана Была придумана следующая фишка На мой взгляд, достаточно элегантная Два раза тапнуть по кнопочке DOM Не нажать, а тапнуть И, собственно, верхняя часть экрана всплывает вниз Вы можете без проблем попасть туда, куда вам нужно, например, фотографии Надо, конечно, какое-то время потратить и попользоваться, чтобы понять, удобно это или неудобно Но, как минимум, идея неплохая Посмотрим, что новое появилось в камере Возникло несколько новых режимов А точнее, один Он называется интервал, а по-русски называется таймлэпс И вторая клевая штука, которая здесь есть Это в режиме слоу-мо Теперь можно снимать с частотой 240 кадров в секунду То есть все будет происходить еще медленнее Три-два-раз, поехали Так Давайте теперь проверим, что получилось Как видите, как неправильная девочка, я снимал видос вертикально Ну и вот они, 240 кадров в секунду Весьма неплохо Как видите, качество, естественно, теряется при этом Но если вы делаете это на свету, то будет выглядеть эффектно и круто А теперь смотрите, миниатюра пес И еще камера теперь оборудована технологией Focus Pixels Или Pixel Focus Ну, в общем, какое-то клевое маркетинговое слово Идея в том, что камера теперь быстрее фокусируется Это реально так Она очень быстро фокусируется Почти не тратишь время на то, чтобы это сделать Что касается операционной системы в целом И того, как она выглядит на этом экране Я бы сказал, что Apple недостаточно использует потенциал И возможности большого экрана на новых айфонах Я немножко негодую от того, что по-прежнему у меня весь огромный экран айфона Занимает достаточно унылый список приложений Хочется больше информации И я надеюсь, что в следующих версиях iOS над этим будут работать Ну, а что касается существующих приложений С этим тоже пока некоторая шляпа Потому что они все не адаптированы под большие размеры Под новые разрешения Когда ты скачиваешь какое-то старое приложение Вообще абсолютно любое Например, Facebook или Hangouts Или Instagram Или даже Google карты Видно, что все эти интерфейсы растягиваются С прошлых размеров до текущего размера И любая иконка, она нечеткая Пиксели размываются В общем, весь эротизм того, что у тебя большой экран Он как бы на этом и пропадает Я надеюсь, что разработчики оперативно исправят И дополняют свои приложения Но гарантии, конечно, такой нет Если подводить некоторый итог То я бы сказал, что айфон, конечно, стал лучше Хотя бы потому, что он просто стал больше И теперь лучше отвечает моим личным потребностям И потребностям, я думаю, многих пользователей Но проделывая эти позитивные изменения Конечно, произошли некоторые побочные эффекты В виде неоднозначного, на мой взгляд, дизайна Какой-то непонятной истории с приложениями При этом понятно, что все компоненты улучшили Немного улучшили камеру, улучшили процессор Увеличили память и так далее Батарейка тоже стала больше Потому что больше корпус И теперь смартфон наверняка будет жить целый рабочий день Они выключатся в 7 часов вечера Ну а за быстрый подгон айфончиков Большое спасибо нашим друзьям из компании iKul.ru Которых всегда полно свежих и актуальных девайсов Ну и, конечно, имеются скидки и подарки для наших подписчиков В целом, продукт, безусловно, очень хороший И если бы компания Apple сейчас не существовала И просто из ниоткуда во вселенной возник этот смартфон и появился Мы бы на него посмотрели и подумали Да, действительно, клевый смартфон, даже офигенный смартфон Но когда ты знаешь, что этот девайс сделала компания, которая в свое время изобрела iPod Которая изобрела магазин iTunes Которая изобрела iPhone, собственно И смотришь на шестую его версию То понимаешь, что, наверное, эта компания могла бы сделать девайс намного круче Но, тем не менее, спасибо вам, что вы посмотрели этот обзор Его подготовили Борис Витинский и Валерий Стешев Для портала droider.ru Подписывайтесь на канал, потому что мы уже готовим обзор iPhone 6 Plus Это такой же, только еще побольше Ну а вам хорошего настроения, прекрасной осени И до встречи в будущем Пиксель фото? Фокус пиксел Да? Или... Фокус пиксел